А сейчас мне хотелось бы сюда пригласить Наталью Александровну Зарецкую. Наконец-то у нас Москва начинает выступать. Это президент общественной организации «Экология человека». И это не случайно, потому что Наталья Александровна не только педиатр. Она крупнейший общественный деятель и очень давно занимается продвижением самых современных технологий по оздоровлению. Она организатор множества конференций с участием крупных специалистов Москвы и других городов. Наталья Александровна, Ваше слово. Спасибо большое, Марина. Тот проект, который мы с вами имеем, это промысел Божий. И не все люди этот проект слышат. Итак, я буду пропускать многие слайды, потому что в предыдущих презентациях они были. Я буду говорить про них другие слова, а вы читайте. То, о чем мы с вами говорим, ни витамин, ни минерал, ни лекарственное растение. Это то, что дает любая мать, любящая свое потомство, с целью защитить ее в первые часы после рождения. Любая мать, женщина, кошка, собака, мышка. Это то, с чего должна начинаться нормальная жизнь. И с чего она не начинается нормальная, если этого нет. Много лет назад призрак коммунизма витал в воздухе. Почти 60 лет назад этот феномен известен всем иммунологам. Я вас уверяю, что идеи эти были известны старым земским врачам в начале века. Если вы перечитаете Анну Каренину, туберкулез лечили трансферфакторами. Это молозиво и сбитый желток куриного яйца. Проверьте меня, пожалуйста. Профессор Лоуренс определил этот феномен. Но спасибо большое, что есть компания For Life Resort, которая перевела это все в промышленное производство. И мы с вами можем повторить опять промысел Божий. И если вы мне позволите, я напомню, как запускается иммунная система. На стерильный кишечник ребенка женщина дает всего 5 мл молозива. Это не что иное, как информация. Знаете, как видят ее ясновидящие? Маленькие поющие молекулы. Поющие о инфекционных встречах. Поющие исключительно о том, чтобы сразу же дать полную информацию от предыдущих поколений маленькому незащищенному организму. Библиография колоссальная. Вот у меня есть презентация, где я просто сделала независимое наблюдение. Компания For Life Resort только 9 лет на рынке. Но в течение 50 лет на многих форумах трансферфакторы были актуальностью номер один. Если вам это интересно, на медлайне в интернете запросите трансферфактор. И вы получите такое колоссальное количество статей, которые совершенно не связаны с рекламной деятельностью. Это не молозива, это изолят из него. Это очень маленькие молекулы, которые совершенно организм не воспринимает как какое-то присутствие. Это только информация. Это истинные учителя. А вот это, уважаемые коллеги, предмет моей всеобщей гордости. Моей и гордости за моих коллег. Потому что я имею школу Саратовского медицинского университета. И 30 лет назад мой великий учитель Николай Андреевич Ардамаский говорил еще студентам. Уважаемые терапевты, не обольщайтесь. Соматических заболеваний нет. Все заболевания постепенно приобретут свои инфекционные начала. И если вы вспомните, 25 лет назад в медицинской школе меня учили, и, наверное, вас тоже, что язвенная болезнь желудка – это плохое питание и стресс. Сейчас несчастный хеликобактер попал. Попал. Он ни при чем. Почти 8 лет назад мы с моим очень интересным партнером работали по исследованию здоровья населения в антропогенных зонах. У жителей Залтая, Залтайского региона, у всех есть хеликобактер. Ни у кого нет язвенной болезни. Хеликобактер ни при чем. Причем иммунная система, которая допустила его бесконтрольное размножение. Если педиатры здесь есть, да, их много, наверное. Вспомните, пожалуйста, нужна ли кишечная палочка для пищеварения, для детского. Необходимо. Все пилонефриты сезонные в 80% – это кишечная палочка. Женские бесплодия, дисбиозы кишечника, кишечная палочка. Всего должно быть умерено. Итак, то, что вы видите на экране, это лидеры инфекционной коалиции. Это слайды, взятые из докторской диссертации Юлии Владимировны Абакумовой, Николай Андреевич Ардамаский и Анатолий Андреевич Воробьев – это руководитель этой диссертации. Опальная диссертация. У больных атеросклерозом в бляшке найдены все эти возбудители. Эпштейн-бар, цитомигаловирус, хламидия. Герпес-симплекс первого-второго типа лидирует, его больше всего, хеликобактер пилори и вирус гепатитов. Мы можем давать этим больным, с язвенной болезнью, например, эрадикационную терапию. Но язву будет поддерживать следующий возбудитель. В отличие от людей, они друг друга очень поддерживают. Трансфер-фактор сам по себе ничего не делает. Он налаживает нарушенные отношения между клеточными коммуникациями, клеточными кооперациями, заставляет этот огромный муравейник, эту армию, работать сбалансированно. И особенно влияет на активность клеток противоопухолевой и противоинфекционной защиты, натуральные киллеры. Они в правом верхнем углу стоят. Почему это очень актуально? Уважаемые коллеги, на этой земле каждый пятый человек до 50 лет умирает от паразитарных инфекционных заболеваний. В России колоссальное количество инфекционных процессов регистрируется. А сколько не регистрируется, доктора знают. Проще у нас вылечить и забыть, чем зарегистрировать, а потом долго диспансерное наблюдение проводить. Рак тоже заразен. У меня есть замечательные партнеры в Оренбурге. Они цитологи, потом логоанатомы. И поэтому у меня страстный тоже интерес, как у предыдущего доктора, к паразитозам. Я все время спрашиваю, а почему вы не описываете на вскрытиях присутствие? Они говорят, нет графы в протоколе. То же самое с атипичными клетками. Она мне говорит, мы знаем эти клетки. Это клетки иммунной системы, которые полностью заняты обломками вирусов и других инфекционных присутствий. Хроническая патология инфекционной природы. Нозология и этиологическая причина. Инфекционная природа доказана и возбудитель абсолютно точно признан. Анемии, гельминты, анкилостомы, таксокары, артриты, ирсиния баррелия, наши сапрофиты. Но мы их полечили уже до этого. Они выбирают обычно, знаете что, суставные сумки. И поэтому никакое лечение при некоторых видах артрита не помогает. Только сама иммунная система может разобраться. Бронхиальная астма, артриты лайма, врожденная умственная отсталость, гепатоцеллюлярная карцинома, карцинома толстой кишки, миокардиопатии, папилломатоз гортани. Это все живые возбудители. Коллеги, от того, что они есть, ну, наверное, это может быть. Вопрос сколько? Сколько зависит от иммунной системы? Вот этот слайд темнопольной микроскопии, на котором я вообще прозрела. Я поняла, что у меня в руках удивительный продукт. Мы уже сейчас с вами продаем машины будущего. Вот это здоровый человек, 30 лет, мужчина, у которых нет никаких жалоб ни на что. У него коммерческое исследование, которое сейчас очень модно. Причем в санатории на берегу Черного моря. Ему врач-лаборант, который хорошо обучен читать клетки, рассказывает, она ничего еще не знает про трансферфактор. Он говорит, посмотрите, у вас уже склеенные эритроциты. Это первые признаки атеросклероза. Холестерином органин защищается от инфекционных агентов. Поэтому в бляшке разные исследователи разных стран нашли разные возбудители. Вот это, рассказывает она, хламидия, которая делится. Вот эту хламидию мы тремя таблетками трихопола достать можем. А вот это, коллеги, клетка иммунной системы. Слава богу, что у вас она есть. Вот посмотрите, вот клеточка иммунной системы, вот скопление лейкоцитов. Вот в этой клеточке иммунной системы, макрофаг, делится хламидия. То, что сейчас мы с вами имеем и видим, это ужасно. Клетки иммунной системы, которые должны защищать родину предали. Этот макрофаг импотент. Он ничего не может сделать для того, чтобы помочь нам. Это нарушения, которые идут на клеточном уровне. К нам с вами приходят пациенты, имеющие органные нарушения. Представляете, сколько работы у трансферфакторов. А вот здесь еще интереснее ситуация. Вот это лейкоциты, вот маленькие хвости к ним, это прилепились трептококи. Они физически уничтожают клетку. Клетка иммунной системы не видит возбудителя. Что от них ждать? Мне очень приятно сказать большое спасибо людям, которые повернули мое мировоззрение. У меня есть дистрибьюторы, слава богу, не все из них доктора. Хотя тоже большой плюс, если в вашей структуре будут не доктора. Они быстрее слышат про трансфер. Быстрее. И они хотят, эти люди, мои дистрибьюторы, конкретно вот группы Нади Пивоваровой, они хотят видеть этот продукт как питание. Это еда. И я с ними согласна. Дело в том, что после 40 лет количество клеток-защитников физиологически снижается. Поставьте, пожалуйста, кавычки физиологически. Иммунологическая теория старения Бернета и те работы, которые показывала Маргарита Яковлевна, это сделано как бы моими дистрибьюторами, Крутько, Чижов. Это блестящие две кандидатские работы. Трансфер-фактор – истинное омолаживающее средство. Поэтому, зная, что после 40 лет уровень клеток противоопухолевой, противоинфекционной защиты снижается, давайте начнем употреблять. Сначала стареют клетки иммунной системы, потом все остальные – органы и ткани. Вот это исследование – почти 4000 человек после 40 лет. 40 лет – понятно, почему выбран возраст. Если люди имеют высокий уровень активности этих клеток, рака нет. И наоборот. И ссылки, уважаемые коллеги, на очень крупное европейское издательство журнал «Ланцет». С опозданием 8 лет, я вам это докладываю. А это вот к вопросу о том, как долго лечить. Это тоже на заблюдении профессора Стофа и конкретные пациенты, и конкретные заболевания. Лечить долго. И даже, наверное, не лечить долго. Первый срок, про который мы говорим – 9 месяцев, как беременность. Натуральные киллеры имеют свою жизнь. Они так же, как рождаются, получают информацию, женятся, делятся, стареют и уходят. Поэтому трансфер-фактор в основном – это информация для новых клонов, для новых клеток. Мы с вами сидим, а клетки иммунной системы клонируются. Давайте выпьем трансфер. Вот это исследование я тоже включила. Конечно, меня оно, знаете, в чем потрясло. Первые сделали такую красивую работу онкологи. Причем в Центральном институте рака российском. И меньше всего работают с этим онкологи. Вы знаете почему? Это в голове у доктора. Эти пациенты не поправляются. Так считают они. Я могу сказать, что у меня есть наблюдение. У меня вообще цель, пока я сегодня слушала конференцию, думаю, я это не скажу, это не буду говорить, это пропущу. Но могу сказать, мы никогда не знаем, какой иммунный резерв у данного человека. У меня есть наблюдение, когда на трансфер-факторе плюс, на 30-ти капсульные баночки у очень пожилого человека с мелкоклеточным раком легких наступила стойкая клиника лабораторной ремиссии. Кальцинат образовался в легком. А женщину, которую как бы выписали, умирать. Поэтому никто не знает. И еще. У меня есть наблюдение, например, тоже сразу скажу, по псориазу, когда ладонно-подушевная форма, злокачественные течения у очень пожилого человека, 30-летней, как бы, давности заболевания. На классике, на маленькой, 10 первых дней. Никто никогда не знает. Вот здесь очень такой интересный слайд, потому что Михаил Валентинович Киселевский не знал, что в пробирках. Вот в первой пробирочке, вот такой вот бледно-зелененькой, классический трансфер-фактор добавлялся, и клетки, взятые от больных раком в желудко пожилых людей. Почему это очень важно? Вот эти две пробирки наиболее важны. Потому что он посмотрел через 4 часа, открыв этот опыт, и увидел, что клетки иммунной системы активизировались против опухолевых клеток на 103%. Так быстро. Дальше в эту пробирку не добавляется ничего. Если вы хотя бы один раз пропили трансфер-фактор, вы уже что-то сделали для своей иммунной системы. Потому что каскад иммунных реакций запускается. Ничего не добавляется в эту пробирку. На 204% активизируются натуральные киллеры. Рак заразен, поэтому Эдванс здесь будет работать лучше. А вот это блестящее сочетание, Эдванс с Плюсом, могу сказать, что это вообще роскошная смесь. Это то, что вообще дает свет в конце туннеля для онкологических больных. Потому что каждый ингредиент трансфер-фактора Плюс, это отдельный бренд, растение, которое зарекомендовало себя как выдающееся противопухолевое средство. Последние пробирочки интерлекин-2. Это изолят из лейкацита в крови человека. Необыкновенно дорогой препарат. Вот это лечение стоит 3,5 тысячи в месяц. Вот это 90. И только врач и больной знают, насколько тяжело лечение интерлекинами, интерферонами. Вот этот слайд тоже я по-другому немножко покажу вам, потому что это 3 года моей жизни. Я могу сказать про это точно. Если у вас нормальная иммунная система, более-менее, то грипп лечить с вами не будем. Вы заболеете 5 дней, протемпературите, потом все пройдет само. Если вы профилактически позаботитесь, начнете давать трансфер-фактор себе и своим близким, то вы выиграете время. Факторы некроза опухоли, интерлекин, интерфероны быстрее образуются. На второй день, если вы будете пить его, ну хотя бы 6-9 месяцев, вы заболеете буквально час. А может и не заболеете совсем. Иммунная система быстро ввязывается в боль, быстро уходит. Вы поймете, что что-то происходит, но заболевание не наступит. Это 3 моих наблюдений. Это мои пациенты, это мои близкие. Это докторская диссертация Николая Андреевича Ардамаски и Юлия Владимировна Бакуна. Совершенно опальная диссертация. Вак ее здесь не утвердил 8 лет назад. Герпес-Симплекс, лидер в инфекционной коалиции, которая поддерживает инфекцию и атеросклероз. И делает такую четкую связь между сезонами. Весна-осень, самое большое количество инфарктов, инсультов. Это десятилетние наблюдения. Лидеры инфекционной коалиции друг друга поддерживают. Это к вопросу о том, что иммунная система должна четко контролировать. И вообще у нее очень простые функции. Когда мне говорят, что иммунология – это так круто и глубоко. Коллеги, но если, конечно, знать, что, к чему прицепляться, какой к чему катализатор подходит, это надо взять на себя функцию Господа Бога. Мы не они. Для меня очень важно. Было, стало и стойкая ремиссия. Цель и задача – привести иммунную систему к тому, что она четко держит ремиссии. У больных ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, имеется недостаточность противоинфекционной защиты в отношении вируса простого герпеса. Всего пять продуктов на рынке. Очень просто. Я специально это сделала для того, чтобы рассказать свои яркие случаи по каждому продукту. Потому что я вас уверяю, какие бы длинные семинары вы не слышали, сколько бы вы чего-то не записывали, пока один ваш больной вас не потрясет, вы не включитесь в работу. Это точно так. Это детский продукт. Я согласна с вами. Я как педиатр видела осложнения на прививке. Можно предотвратить их, если давать трансфер-фактор. Это действительно профилактический истинный продукт. Иммунная система тогда запомнит. Детки рождаются незрелые. График прививок ужасный. Я против прививок. Поэтому не могу в этой стране ничего поменять. Могу только защитить. Предложив вот такие схемы. Когда вы его принимаете, можете ничего не почувствовать. Но вот первая женщина с ладонно-подошвенной формой псориаза это то, что меня потрясло. Трансфер-фактор плюс. Это продукт для пожилых людей. Если вы хотите быстро получить улучшение самочувствия, хорошее настроение, самодостаточный сон и радостное просыпание у человека, который просто хандрит. Дайте трансфер-фактор плюс. Это очень быстро приводит его в нормальный тонус. Поэтому я согласна, что синдром хронической усталости должен проходить на вторые и третьи сутки. Даже не через неделю. Я анализировала продажи просто по своему сервисному центру и посмотрела, кто больше всего продает трансфер-фактор плюс. Оказалось, что биоэнерготерапевты, психологи, потому что они получают очень быстрые результаты на своих больных. Трансфер-фактор иммунизированный. Очень глубокий продукт. Я не боюсь на герпесе, на высоких обострениях давать advance. Большие дозы только. До 10 капсул в день. Местно блестяще работают. Открывайте капсулу, сделайте из него крем для этих больных. Генгевиты, парадонтиты. Не случайно, наверное, в компании есть паста, может, когда-то у нас она будет. А пока нет, можно добавлять это в обычную пасту. Очень быстро неприятности снимаются. Вот этот продукт, самый продаваемый сейчас у меня. Вы знаете, это открытие совершенно. Я вам скажу про его свойства, и, наверное, они ни разу не упоминались еще. Это выдающиеся горечи. Откройте капсулу, попробуйте слезнуть ее. Это великолепная противопаразитарная программа. Тюбажная программа. Это то, что восстанавливает работу поджелудочной железы. Я сейчас могу смело вам сказать, что диабет излечим. У меня, у моих пациентов, есть стойкие ремиссии, мы живем без инсулина. С 10-летним стажем диабета. У меня есть моя подруга, она заведует кафедрой препедевтики детских болезней в Саратовском медицинском университете. И как появился Клюкович на рынке, я постаралась дать ей на кафедру купить. Купила и отдала туда. Мне это очень трудный, кстати, тоже контингент. Эндокринологи. Диабет – это мафия. Как и гепатиты. Поскольку это моя подруга, и продукт дорогостоящий бесплатно, она все-таки взяла. Сказала, Наташа, ты знаешь, я думаю, таких безумных не будет. Но из 10 человек нашлось двое безумных, которые на манифесте диабета не дали инсулин. Одна очень богатая женщина, которая сказала, я пойду везде, я куплю все, но я не сяду на инсулин. И эта женщина получила стойкую ремиссию. Может быть, однажды поднимался только сахар. И когда ее попросила Нина, говорит, давайте чуть-чуть доколем инсулина, она сказала, Нина Викторовна, а что, у людей, которые у вас на инсулине, не бывает вот этих подъемов? Та не нашла, что ответить. И второй момент. Она мне позвонила, я ехала на семинар в машине. Она говорит, Наташа, я сейчас собрала кафедру и сказала своим сотрудникам, только ненормально не назначат глюкоуч больному с сахарным диабетом. Мы получили результат, но ребенке инвалид по муковисцидозу диабета. И мама тоже не дала. Из очень бедной семьи. И не дала глюкоуч, простите, инсулин. Ребеночка ведет год на глюкоуче, капсулу два раза в день. Ребенок вырос, поправился, подъема сахаровки было. Глюкоуч включает поджелудочную железу. Не заблуждайтесь, что он заменяет инсулин и прочие-прочие вещи. Он включает поджелудочную железу. Бывают дисфункции, бывает временное какое-то нефункционирование. И вот еще очень хорошие качества. Это противопаразитарный продукт. Кардио тоже очень сложный для меня продукт, потому что я получила глубокую уверенность в очень трудной ситуации. Родители, это самое, как бы, в моей, по крайней мере, семье, очень строгие такие учителя, очень строгие экзаменаторы. Мама всегда мечтала, чтобы я была профессором, чтобы я ходила в белом халате, с трубочкой, уважаемая такая. А вот то, чем я занимаюсь в течение 10 лет, до нее как бы не доходило. Глюкоуч меня вот тут спас в этой ситуации. Потому что и папа, и мама гипертоники получили результат блестящий на кардио. На кардио? А, простите, на кардио, простите, да. Мама сказала мне, наконец-то ты занимаешься чем-то достойным. Вот так. Это больше, чем какие-то клинические исследования. И знаете что, уважаемые коллеги? У нас сейчас тоже идет три работы по кардио. Диабет первого типа, осложнение. Сердечно-сосудистые тоже неприятности в виде постинфарктной реабилитации. Я с неудовольствием беру продукт на клинические апробации. Вы знаете, велосипед изобретен. 50 лет уже можно на нем ездить. Нам можно ездить еще быстрее, уже 9 лет. Я стараюсь обращаться к людям, которые заинтересованы, чтобы их больные не болели. И знаете, три года спустя я переоцениваю ценности. Я сейчас встречалась буквально 2-3 дня назад с людьми, которые делали большие продажи в начале рынка, когда этот продукт был эксклюзивный. И я услышала вообще их другими ушами. Потому что человек мне сказал, знаете, я не буду больше продвигать этот продукт, поскольку кошелек у человека небезразмерный. Если он не может 100 евро заплатить за мой прием, зачем я ему буду говорить про трансфер? Я считаю, уважаемые коллеги, что врач – это прежде всего профессия нравственная. Если ваши партнеры, доктора, готовы сначала помогать, а потом получать за это деньги, это точно абсолютно люди для этого проекта. Здесь по-другому не получается. Трансфер-фактор действительно нужен каждому человеку. Я пока сегодня ехала сюда, думаю, боже мой, какой рынок огромный, сколько людей не знает. Москва – это уже диагноз. Даже если человек говорит, у меня ничего не болит. Это диагноз – мегаполис большого города. Одна проблема есть еще у трансфер-фактора. Он абсолютно безопасен и безвреден. Потому что это фрагмент питания новорожденного. Спасибо, уважаемые коллеги. Продолжение следует... Продолжение следует...